Ну а что, у нас в интернете очередной скандал, да. Написали что? Что батюшка одного подвергли репрессиям со стороны священноначалия за то, что он в интернете положительно высказался о Навальном. Так ли это? В этом видео попробуем разобраться. Мысли вслух. Ну, начнем, наверное, мы несколько издалека. Вообще, должен ли священник высказываться на политические темы? Мое мнение, что не должен. Ну или как-то должен стараться всячески этого избегать. Почему? Ну вот смотрите, у меня есть прихожане, которые любят Путина, например, недолюбивают Навального. Есть прихожане, которые любят Навального, недолюбливают Путина. И если я буду высказывать свое мнение, как я отношусь к тому или к другому, я кого-то из них опечалю. А есть ведь еще коммунисты, ЛДПР, еще кто-то. То есть, по-любому, если я буду высказывать свои политические взгляды, кто-то из моих прихожан расстроится. Ну, потому что политика – это вот некая такая сфера конфронтации. Люди часто ссорятся из-за вопросов политики. А я ведь священник должен быть для всех священников. И для тех, кто любит Навального, и для тех, кто любит Путина, и для тех, кто любит Зюганова, и для тех, кто любит Жириновского. Вот поэтому мне кажется, что все-таки свои политические взгляды священник должен оставить при себе. Чтобы никого из своих прихожан не опечалить. Не потому, что он как-то ущемлен в правах, а вот по любви к своим прихожанам. Ну, ясно, что этого, наверное, не всегда можно избежать. Но, по крайней мере, мне кажется, попытаться стоит. И я не знаю, старался ли отец Георгий избегать политических тем в своих высказываниях. Или не старался, но знаю одно – у него не получилось их избежать. Ну, а может, он это сделает вполне сознательно. Сделал и сделал. Если бы не одно «но». Он являлся пресс-секретарем своей епархии. А Навальный, ну это как ни крути, это все равно тема хайповая, тема скандальная. И ясно, что епископ был немного удивлен, узнав, что его пресс-секретарь вдруг поднимает такие хайповые темы. Позвонил ему и поругал. Ну, и пригрозил о том, что может снять с должности. Но, наверное, на этом бы все и закончилось. Если бы не одно «но». Отец Георгий взял и слил разговор со своим епископом в интернет. Пресс-секретарь. Епархий. То есть, получается, что отец Георгий, судя по видео, не создает впечатление глупого человека. У него и на английском видео есть тот человек, и эрудированный. Получается, что он сознательно шел на то, чтобы записать своего епископа на диктофон. Потом выложить это в интернет. То есть, сознательно шел на конфликт. Ну, а как должен был проагировать начальник? Вот представьте, вы даже не просто, даже не в церковной, например, службе. Просто в какой-то структуре. А у вас есть отдел, который отвечает за связи с общественностью. Вот. И вот этот руководитель этого отдела начинает сливать ваши личные телефонные переговоры в сеть. Я думаю, в любой структуре этот человек не остался бы при должности. Ну, и, собственно, ожидаемо, что епископ снимает батюшку с руководителя отдела пресс-службы. Ну, потому что, ну, что за руководитель отдела пресс-службы, который твои личные разговоры сливает в сеть? Это, собственно, действительно какое-то несоответствие должности. Нет? Ну, и, собственно, и сняли за то, что сливал личные переговоры с начальством в интернет. А вся либеральная пресса написала, что сняли за то, что похвалил в интернете Навального. Ну, а Навальный за это у себя в Инстаграме похвалил отца Георгия. Обменялись похвалами. И об этой похвале нам отец Георгий сообщил у себя в Ютубе. Вот. А интересно, Навальный вообще в курсе, что он похвалил отца Георгия? Потому что он вообще-то в заключении там вроде это с телефонами-то не очень. Ну, по крайней мере, пользование ими там противозаконно. Если ничего не поменялось. Раньше так же было, нет? Вот. Поэтому, скорее всего, это сделала все-таки пресс-служба. По всей видимости. Ну, а еще было открытое письмо к отцу Георгию, его епископа, в котором он упомянул, что тот планирует переехать в Америку и перейти в юрисдицию американской церкви, американской православной церкви. О чем епископ ему говорил, что чинить препятствия ему не будет. Вот. Ну, получается, батюшка решил, переходя, громче хлопнуть дверью. Не, ну, а как это еще расценивать? Очень непонятная ситуация. Скандал на ровном месте из ничего. Зачем батюшка этот скандал создал? Чтобы просто Навальный его похвалил? Хотя, наверное, при въезде в Америку, если ты положительно относишься к Алексею Навальному, это, наверное, будет какой-то иметь плюсик на получение грин-карты. Потому что, вроде как, это соответствуешь повестке. В общем, выставил церковь в неприятном свете. Очередной раз подставил всех остальных батюшек в интернете. Потому что епископы, ну, после таких вещей, ясно, что настороженнее будут относиться к батюшкам из сети. И только он такой в прессе. Молодец, борец за правду. А по факту, если разобраться, не молодец. Печаль, беда. Ну, а с вами был я, романах Александр Митрофанов. Всех был рад повидать. Подписывайтесь. Потом что-нибудь более радостное расскажу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok